Всем привет, с вами DroneAdventures и сегодня у нас будет немножко нестандартный ролик, будет немножко упор в техническую сторону. Дело в том, что я где-то пару месяцев назад приобрел Crosswire Lite и очень хотел сравнить его с MicroTX в плане того, насколько стабильно они оба держат 150 Гц, есть ли смысл и так далее. Напомню, что MicroTX сейчас с дефолтной прошивкой имеет мощность 250 мВт в пике, а Lite он, в принципе, то же самое, что и взрослый, только Crossfire, только без Bluetooth, то есть 500 мВт без док питания и 2 Вт с док питания. Ну и плюс еще во время тестирования обнаружилась одна очень интересная небака фича, которую я тоже обязательно вам покажу. Ну и для тестирования, как вы, наверное, уже заметили, был выбран пансионат, в котором я летал даже несколько раз, потому что для таких тестов он подходит просто идеально. Здесь много бетонов, много там комнат, куда можно влететь, там из них вылететь и так далее. Вот, и, соответственно, просто идеально проверять проникающую способность, потерю пакетов и так далее. Ну и, как всегда, начнем с распаковки, так что поехали! Дальше давайте посмотрим, что у нас с антенной, на какую частоту она настроена. И можно будет приступить к началу тестирования. Включаем кс-вометр. Переходим в режим подбор частоты. И что мы видим, как раз российские частоты, это 868. И у нас самое идеальное как раз вот получается 866. Да, 866 в этом районе. То есть, в принципе, эта антенна, она очень неплохо подходит. Ну, хотя, конечно, не идеально у нее кс-в. Но она неплохо подходит для использования в России. Также можно для сравнения, например, посмотреть антенну, которая тоже приходит с сайта ТБС. Ну, прямая антенна. Сейчас мы ее включим. Проверяем. Она, конечно, получше, но настроена она на 897 примерно. Мегагерц. Да. Вот. Ну, в принципе, из этого всего можно сделать вывод, что антенна здесь настроена на нужные нам частоты. Далее будем сравнивать. Вот у нас микро-кроссфайер. И сейчас я взял второй таранис и будем устанавливать туда большой кроссфайер. Итак, я взял два тараниса. Один с лайт-кроссфайером, один с микро. И один коптер с 1.2. И сейчас буду летать на нем по очереди то с одной, то с другой аппы и тестировать линк-квалити. Теперь же по поводу настроек самого тараниса. Вот такие вот я вывел данные. Вот этот параметр показывает частоту. Если единица, значит 50 герц. Если двойка, то 150 герц. Это линк-квалити. Начинает работать, когда частота переходит в 50 герц. И дальше уже... То есть... Ну, в принципе, линк-квалити здесь у нас не упадет ниже критичных значений. Поэтому нас будет интересовать только данный показатель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Теперь я вам покажу обещанный Небака Фича. Вот у нас лежат сейчас два тараниса и коптер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подключаем питание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видим, коптер прибинден к этому таранису. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь выключаем этот таранис. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обесточиваем коптер. Включаем на втором таранисе режим бинда. Даем питание на коптер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрим, что происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа! И пошло обновление. И единственный нюанс. У кроссфайеров должна быть разная прошивка хотя бы на единицу отличаться. Потому что если с одной прошивкой, то эта фишка не работает. Когда у них хотя бы на одно отличается версия прошивки, то можно вот так вот спокойно перебиндивать коптер на другой кроссфайер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расстояние вообще не имеет значения, на каком будет таранис. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единственный очень важный нюанс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы прибинденный кроссфайер не был включен. Ну, как мы видим, вот он уже обновился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас перезагрузится приемник и будет работать. Опа! Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перезагрузился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Этот таранис работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот таранис нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а теперь будем тестировать дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Включается DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok